В эфире Вести Хакасия в студии Анна Ахвашева. Здравствуйте! Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в республике и сначала коротко о главных из них. Без газа, а сегодня еще и без света остались жители Подсинева. Аварию на электролинии устраняли весь день. Транзитный автобус из Абакана в Ташкент напрямую без пересадок пытались уехать нелегальные мигранты. Кавказский темперамент на хакасской сцене. Драмтеатр имени Лермонтова принимает гостей, артистов из Кабардино-Балкарии. Что значит полностью остаться без коммунальных благ, ощутили сегодня на собственном опыте жители села Подсинева. В 5 утра произошла серьезная авария на электролиниях, обесточенным оказалось все село. Без энергии остановились и водные насосы. И напомним, совсем недавно в поселке перекрыли газ. В отличие от него, свет в дома поселка все же вернулся после обеда. Елена Крылова узнала первые впечатления местных жителей от такого коммунального экстрима. Ой, хорошо, что свечка была. Зажгли свечку. А я в пятиэтажке живу. Там ни воды нету, ни газа нету, ни света. Вот так вот воду размешали и все, и пили. Утро от жителей Подсинева сегодня началось не с кофе. Без света дома остались в пять часов. Почти сразу кончилась вода. И на этом в поселке городского типа теперь практически все блага цивилизации. То, что население нашей республики лишилось газоснабжения, вот мы сегодня остро ощутили именно в Подсинево. То есть электроэнергии нету, нечем накормить детей. Нету электроснабжения, и газоснабжения нету. Что делать? При свечах, что ли, это готовить? Ремонтировать сети энергетики приехали сразу с генераторами. Воду дали только спустя пять часов и тут же запустили насосную станцию канализации. Сегодня в Подсинем дети не пошли в детский сад, а в школе уроки провели по 30 минут. Энергетикам, чтобы найти поломку, пришлось подняться на каждый стол. Повреждения у нас на сегодня на трансформаторной подстанции ТП «Школа» так называемая. Сложность заключается в том, что это земляные работы, то есть скрытие грунта. Сейчас у нас уже с вами холодный период наступил. По предварительным данным кабель не поврежден, он сгорел сам по себе от того, что резко возросло потребление. Причина тому и холода, и чего не скрывают поселковые власти, возможно, перегрузка из-за отключения газа. Местные энергетики уже направили запрос на обследование всех линий. Способны ли они справляться с новыми нагрузками, тем более зимой. Обследование пройдет в ближайшее время. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Дорога каждая минута в Абакане разыскивают 15-летнюю Аяну Торокову. Уже двое суток о ее местонахождении ничего не известно. 10 ноября она ушла из дома по улице Заводская. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, джинсы. Сегодня на поиски девочки брошены все силы полиции. Силовики просят откликнуться тех, кто знает и этого парня. По предварительным данным, именно он увел девочку из дома. Сегодня важна любая, даже малейшая информация. Ее можно сообщить по телефонам, которые видите сейчас на экране. Верховный суд Хакасии не поддержал апелляционную жалобу бывшего капитана хоккейного клуба «Саяна» Виталия Лабуна. Напомним, в августе спортсмен был приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей за покушение на сбыт наркотиков. Сегодня в Верховном суде адвокат и осужденный просили смягчить приговор, ссылаясь на то, что Гурсуд допрашивал не тех свидетелей и просили учесть спортивные заслуги Виталия Лабуна, а также то, что у него серьезно болеет малолетняя дочка. Тем не менее, решение суда осталось прежним и вступает в силу с сегодняшнего дня. Осужденный имеет право подать кассационную жалобу Верховный суд России, однако об этом сторона защиты пока не заявляла. Автобус с необычными пассажирами сегодня задержали сотрудники ФМС и полиции в столице республики. Впрочем, вызывает удивление даже сам маршрут транспорта – Абакан-Ташкент прямым рейсом. Граждане бывших союзных республик из Хакасии отправились в Узбекистан, однако у большей части документы оказались с нарушениями. Константин Кравцов подробнее. Ничем не примечательный пассажирский автобус, только приглядевшись можно увидеть номера, не местный формат. Как выяснилось, он прибыл в Хакасию из Узбекистана и совсем не за туристами. Пассажиры – сезонные рабочие. Полсотни мужчин работали на стройках в Хакасии и юге края. Очевидно, доставку на работу и вывоз домой планировалось поставить на поток. Сотрудники ФМС выяснили – этот рейс уже не первый. Земля круглая. Мы будем ходить, заработать все. Может быть, вы поедете в другое место заработать. Вот так жизнь. Всем жить надо, всем деньги раздал. Все надо заработать, надо деньги. По предварительной информации, на одной из торговых баз Абакана настоящая трудовая биржа для иностранцев. Любой желающий может нанять неприхотливого строителя по приемлемой цене. Вероятнее всего, задержанные мигранты именно здесь искали себе работу. Наверное, поэтому сегодня место пустует. Проверка документов показала – 34 иностранца находятся в России нелегально. И несмотря на то, что они уже едут домой, по закону наказания не избежать. Решено задержать автобус для выяснения всех обстоятельств. После истечения срока пребывания иностранного гражданина – 90 суток – только выдворение за пределы Российской Федерации. Ну и административный штраф от двух до пяти тысяч. Сотрудники ФМС сегодня занесли данные каждого в общую картотеку. После выдворения нелегал не сможет проехать в Россию в течение пяти лет. Стоит отметить, только с начала года из республики принудительно на родину было отправлено почти полтысячи граждан ближнего и дальнего зарубежья. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Двух миллионов рублей недосчитались в Ширинском районе, прокуратура и счетная палата. Финансовые нарушения допущены в ходе реализации программы по переселению из ветхого жилья. По договору подрядчики должны были возвести 9 двухквартирных домов на 18 семей. Однако в положенные сроки не уложились. Впрочем, администрация села по непонятным причинам наказывать строителей не стала, а могла бы вернуть 800 тысяч неустойки. После проверки также стало очевидно. Подрядчики недостроили почти 20 квадратов в жилой площади. Это разница между тем, что запланировали, и тем, что получилось в итоге. Сэкономили таким образом почти полмиллиона рублей. Плюс некачественный ремонт. Недоделок насчитали на 600 тысяч, устранить которые в срочном порядке прокуратура обязала главу Ширинского сельсовета. По ее же инициативе должны наказать как строителей, так и контролирующие организации. Дизельное топливо стремительно дорожает по всей стране. Цена за год во всех регионах России выросла на треть. Дальнейший прогноз также неутешителен. В Хакаси ценники не стоят на месте. Еще летом за литр солярки отдавали в среднем 31 рубль 40 копеек. С начала ноября его стоимость выросла на 80 копеек. Сегодня дизельным топливом заправляются по 32 рубля 20 копеек за литр. Не исключено, что из-за дороговизны бензин решился на преступление житель Абакана. Впрочем, метод он выбрал весьма изобретательный. Мужчина сливал топливо из отечественных автомобилей, используя самодельный агрегат. Устройство из четырех соединенных канистр по 40 литров каждое бензиновый вор возил прямо в багажнике своего авто. Для перекачки топлива использовал обычный шланг. Последней его жертвой стал автовладелец в микрорайоне Гавань. У него слили бензина почти на тысячу рублей. Он обратился в полицию, и те незамедлительно начали поиски злоумышленника. Патрульная машина задержала подозреваемого в том же районе. В ходе осмотра и обнаружили необычное устройство. Полицейские признали, такое в их практике видели впервые. В канистрах был и похищенный бензин. Учитывая незначительный ущерб, составлен административный протокол. Вору грозит штраф или арест на 15 суток. В этом году бесплатные квартиры от государства получил 41 ветеран войны из Хакассии. Среди них и фронтовая медсестра Нина Дрюпина. Впрочем, ей за свою квартиру пришлось побороться с чиновниками. И наша программа помогала ей в этом. Сегодня наши корреспонденты побывали в новой квартире героической бабушки. Нина Дрюпина с гордостью надевает пиджак с наградами. Она принимала участие в войне с Японией. Вытаскивала с поля боя в Маньчжурии раненых бойцов. После войны до пенсии трудилась медсестрой в одной из больниц у Лану-Де. Там же пережила трагедию. В ее доме произошел пожар. Жить там стало невозможно. Переехала к внучке в село Солнечное. Домик маленький, без ремонта. Но местные власти не ставили ее в очередь на улучшение жилищных условий. И только суд восстановил ветеранов в правах. Летом Нина Трофимовна добилась положенной федеральной субсидии. На покупку двухкомнатной квартиры в Черногорске немного не хватило. Пришлось доплатить. Сейчас обживаются в новой квартире вместе с дочерью. По-честному скажу, я только не хотела в Черногорске ее получать. Я хотела в Абакане. Ну, наши в Абакане сказали, они очень дорогие, у меня денег нет добавить. И вот решили здесь взять. Ну, так-то теплая квартира. Ну, дочь ухаживает хорошо, отдыхает, конечно. Нина Трофимовна уже не может обходиться без посторонней помощи. В 89 лет катаракта практически довела ее до слепоты. Так что все хозяйственные заботы взяла на себя дочь. Квартирой и районом, а это почти центр города, довольна. Здесь тишина, покой. Ни драки, ни передраки, ни шума ничего не бывает. Ни машины не угоняют, пьяниц нет. А в домах все живут почти одни пенсионеры. Это правда сказать. В Хакасе уже 95% ветеранов войны улучшили свои жилищные условия. По указу президента все ветераны обязательно получат квартиры от государства, независимо от того, когда они встали на очередь. С 2010 года, вот по сегодняшнее число, улучшили жилищные условия 937 ветеранов войны. В этом году уже улучшили условия 41 человек, 41 ветеран. И до конца года, в соответствии с поступившими средствами из федерального бюджета, на оформление находятся еще два ветерана войны. На сегодня еще 52 ветерана войны стоят в очереди на жилье. Заявки в Москву отправлены, средства поступят в следующем году. И 70-летие победы, по мнению чиновников, все ветераны-очередники встретят в собственных квартирах. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В популярном ночном клубе Абакана «Пикник» грубо нарушались правила пожарной безопасности. Специалисты уверены, возник не пожар, трагедии, подобной печально известному пермскому клубу «Хромая лошадь» было бы не избежать. Напомним, в декабре 2009 года там погибли 156 человек, 78 пострадали. Проверку проводили в сентябре. Тогда же выяснили, один из залов абаканского клуба располагается в подвале, в котором нет системы дымоудаления, нет аварийного освещения, а пути спасения отделаны горячим пластиком, который при нагревании выделяет ядовитый дым. Впрочем, беспрепятственно эвакуироваться в случае пожара у людей все равно бы не получилось. Руководитель клуба оштрафован на 15 тысяч рублей, собственник помещения на 150 тысяч. Если нарушения не устранят, позже надзор поставит вопрос о приостановке деятельности ночного заведения. Полную грузовую газель гуманитарной помощи отправили спасатели Хакасии в село Усть-Хайзаба в Скиском районе. Напомним, МЧС помогает многодетной семье пережить последствия пожара в доме. Это уже вторая партия гуманитарного груза. Чуть раньше спасатели привезли семье мебель, холодильник и телевизор. Сами перекрыли крышу и сделали проводку в доме. На этот раз личный состав собрал одежду и обувь. В семье 11 детей. Дом был серьезно поврежден огнем около года назад. Театр из Кабардино-Балкарии приехал с гастролями в Хакасию. Выступление стало возможным благодаря поддержке в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Русский драматический театр имени Горького из города Нальчика представит современную сказку-притчу по мотивам «Красной шапочки» Шарля Перо и две комедии. А буквально в эти минуты в драмтеатре идет грузинская искрометная интрига «Невеста из Эмеретии». О ней, о планах, о приеме, которые оказали гостям, расскажет Юлия Константинова. Кабардино-Балкарский театр в Хакасии ждали. К приему готовились, ведь совсем недавно, меньше месяца назад, наш Читыген на Северном Кавказе представил сразу пять постановок. Гастроли, надо отметить, прошли с успехом. Поразить удалось даже коллег по театральному цеху, рассказывает заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Юрий Балкаров. Здесь язык-то я не понимаю абсолютно, перевода не было. Но я понимал сюжетную канву, а через мелодию, через музыку, через песни, через их отношения я начинал понимать этот народ. Вот происходит просто чудо на глазах. И я, честно вам говорю, я под ощущением, вот этим впечатлением, я не раз возвращался отсознательно. И вот для меня этот какой-то новый мир. Мир совершенно другой. А со своими постановками русский театр из Кабардино-Балкарии будет знакомить жителей Хакасии в течение недели. За это время даст несколько спектаклей в Абакане, побывает в Сеногорске, Ташты, Пи-Бе и Аскизе. В рамках социокультурных акций во время фестиваля «Черчаян» и «Желанный берег» там уже давали спектакли, концерты, российские и зарубежные коллективы. Однако из Нальчика гости впервые. Обменные гастроли стали возможными благодаря целевой программе «Культура России». Поездка почти в полном составе для труппы событие большое. Показать себя и посмотреть на других. Это обмен опытом, это обмен дружбой. Всё-таки это очень далёкая республика от нас. Обмен традициями. Возможно, мы когда-то поставили у себя спектакль ваших драматургов, потому что у нас в репертуаре не только наши драматурги, есть у нас и грузинские драматурги, и осетинские драматурги. Однако гастроли – это не только творческое обогащение, но и общение, возможность посмотреть новые места, познакомиться с культурой, традициями. Поэтому в программе – поездки на Сайна-Шушинскую ГЭС, Салбыкский курган и памятник Хуртуя-Ахтас. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». У меня на этом всё. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вестидефисхакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин